Всем привет, ребят! Сегодня посмотрим, как работает игра Dead Cells на Xbox Series S. Весь игра 1,9 гигабайт. Давайте запустим, ну и посмотрим на саму игру. Игра работает при разрешении Full HD 1080p и 60 кадров в секунду. Игра доступна по подписке Xbox Game Pass. Игра представляет из себя рогалик, смешанный вместе с метро и дваней. Да, это прикольно, это необычно, но и в общем-то стиль игры, нарисованная только, знаете, пиксельной графики. По настройкам давайте быстренько пробежимся. Контроллер, что у нас здесь есть? По стандарту игровой процесс. Здесь много чего можно настраивать. Каждый под себя будет сам настраивать. Очень много всяких настроек, прям большое количество. Видео, также здесь каждый под себя настроит. Много чего показывает миллисекунды, IDC, да, отображение процента со всей жизнью. Не показывать управление и тому подобное. Здесь все можно настроить. Каждый сам под себя, опять же, настроит. Доступность. Также много разных настройок. Вообще, прям куча-куча разных. Каждый под себя сможет индивидуально настроить и кастомизировать. Выключить звук, а по поводу звука вообще. Музыка здесь в игре прям приятная. Она прям, знаете, под игру подстроена. Начинается какая-то там битва, и у тебя прям музыка начинает такой драйвовой. Ну и также здесь, опять же, можно под себя все настроить. Язык. Множество языков, ну, русские в том числе, здесь присутствуют. Игра полностью на русском языке. Каких-то озвучек здесь нет. Там какой-то непонятный язык. Все будет на субтитрах. Рацион. Да, в игре можно есть разнообразную пищу, которую он будет вам пополнять хелспойнты. И что интересно, можно поставить всеядность, можно мясной, можно а-ля Кастельвания. То есть будет как в Кастельвании. Сразу же тоже скажу, здесь много отсылок на разные игры. Абсолютно на все. Даже на Тиралию здесь отсылка есть. Вегетарианский, фритрианский, рацион монстра, французский, багеты, халф-лайф. Даже из игры халф-лайф здесь у вас будет еда. Это прикольно. Ну и сыр. Как бы будет просто сыр. Специально сделан для любителей такого, знаете, эстетики. Титры, режим поддержки, ну и настройки по умолчанию. Это все понятно. Давайте играть и продолжить нормальный режим. Мы играем, получается, за какой-то сгусток зеленой слизи непонятной какой-то. Так, и давайте я сделаю как. Давайте мы выйдем. Выйти. Двернуться к заставке. Да. Нажмем играть. Так, нормальный режим. Да. Нормальный режим. Тюремные камеры. И каждый раз, когда мы будем умирать, да, здесь одна жизнь всего лишь дается. Если ты умер, хеллспойнты у тебя есть. Но если ты умер, ты заново начинаешь. Вот именно с этого места опять зеленой слизью. И в тело вот этого непонятно кого, какого-то мертвого солдата, будешь перебираться и начинать заново игру. Рогалик вместе с метро-возванией и, конечно же, с элементами соуса-лайк игры. Сверху все, что ты постепенно будешь добывать в игре. Так, снова умер, видите, пишет, снова умер. Так, давай заберем лук. Ну и пойдемте. Да. Начнем сражение. Покажу вообще суть игры. Так, у нас соперники есть. Также здесь есть уклонение. Вот, я не уклонился, кстати. Уклонился. Отлично. Сложности, как я понял, здесь пять. Друг проходил полностью игру. Он объяснял, что здесь пять уровней сложности. Вот, кебаб. Можно, кстати, его забрать, либо же переработать. Ну, и вы слышите, музыка начинает постепенно-постепенно нарастать темпу музыки. Давай сначала наверх сходим. У нас как бы есть тоже карта, по которой мы должны перемещаться. Тоже карта выполнена, как и во всех рогаликах. Можно сколько поставлять. Можно присесть. Так, щи. Лучше уворачиваться, потому что здесь каждый удар просто-напросто смертелен. И в чем еще прикол? После прохождения уровня, если ты ни разу не получил урон от противника, тебе дается бонус. И ты заходишь, ты можешь какие-то души здесь получить. Да, что самое интересное, вот, как раз-таки чертежи. Это я вам чуть попозже расскажу. О, щас умру, щас умру. Ты получаешь бонусы. И вообще, в чем смысл игры? Как в Dark Souls. Сейчас я подниму. Давайте мы выберем улучшение. Да, сразу же тоже про улучшение, пока это все идет. Смотрите, брутальность. Если у вас оружие красным, то нужно качать брутальность. Тактика, если у вас розовым, ну, фиолетовыми. И живучесть есть со зеленым. То есть, зеленое оружие, качаешь зелененькую. Фиолетовое, качаешь фиолетовую, ну и красную, красную. Я бью только мечом сейчас, поэтому качаю красную. Хелспойнт и здесь пополняется урон на предметах больше, да. Так, давай мы вернемся и попробуем его убить. Так, 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 тихо, тихо, тихо. Его в щит не пробьешь, обычными атаками приходится уворачиваться. Да. Касаемо Dark Souls игры, что здесь есть из этого? То, что ты должен так же, вот, ты при убийстве выпадает душа. С помощью этих душ ты в конце уровня прокачиваешь себе. Либо фляжку. Да, здесь тоже фляжка есть, вот, у нас на ЛБ можно использовать. У меня вроде как прокачано пока что на два раза. А вообще можно прокачать там до трех, вроде как, а то и более. Так, давайте, да. Конечно же, у нас крутое теперь оружие будет. Это мы переработаем. Такое себе. И теперь у нас крутые сковородки. Вообще офигенно. Она оглушает, много урона наносит. Вот в этом и суть всей игры. Ты просто-напросто проходишь, улучшаешься и улучшаешься. Так. Забрать недохлиный нож? Нет, давай мы просто переработаем. Он такой себе. Хуже моего лука. У моего лука урона побольше будет. Да, есть телепорты. Ты к каждому телепорту можешь подойти. Переместиться на другое место. Допустим, ты пошел сюда, тебе нужно еще направо исследовать. Видите, не открыто на карте. Перемещаешься и просто-напросто идешь туда. Так же все и следующее. Так, у меня вот это вот уже изучено. Да, я получил. Теперь могу забираться по таким шлянам. Ну, так вы будете проходить, и у вас все постепенно откроется. Так. Видите, как сильно бьет этой сковородой. Поначалу не сложно уклоняться от них всех вот этих вот противников. Дальше противники сложнее, сложнее, сложнее. Ну, и когда ты проходишь в первую игру, у тебя на легкой сложности проходится. Потом у тебя открывается средняя сложность, потом открывается высокая, там, и еще 5 сложностей, что ли. Чтобы полностью игру на 100% протеть, тебе нужно все 5 сложностей пройти. Это очень-очень сложно. Боссы здесь. Первый босс не очень сложный. Второй босс посложнее будет. Ну, и последний босс, это понятно. Я не помню, сколько. 4 или 5 боссов здесь присутствуют. Есть также необычные мобы, а есть еще VIP, они называются, как я правильно помню. Они, ну, такие, у них больше хеллспоинт. Вы, знаете, такой мини-босс. Мини-босс. Такие же есть тоже Dark Souls. Очень много взято с Dark Souls. Очень много взято из всяких, знаете, типичных рогаликов. Ну, и, конечно, ветроведования здесь очень-очень много. Так, у меня, как бы, ничего нет. Можно еще вниз спуститься. Пойдем вниз спустимся. Да. Так. Так, да. Ломаем его. Крушим, ломаем. Вроде бы, так, что это у нас такое подобрать? Монетки здесь нужны. Либо открывать какую-то дверь, либо тратить на какое-то оружие, какой-то апгрейд. В общем, вот, видите, здесь вот валяется оружие. Ты это можешь купить, если у тебя будет хватать монеток. Постепенно ты тоже прокачиваешься. И даже когда ты умрешь, вот, вип сейчас будет, кстати. Элитка. Да, да, не вип, а элитка. Ой-ой-ой. Он очень такой, знаете... А! Иногда, иногда я мисклик вместо того, чтобы увернуться именно на B. Уклонение я почему-то нажимаю. Я не знаю почему, но я нажимаю прыжок. Так, это мы разберем. Теперь, повторяюсь, после каждой смерти ты появляешься заново. Но у тебя все прокачки, вот эти, которые ты делал, остаются. Остается все, что ты до этого находил. Ну, не в инвентаре, а именно в достижениях того, что ты находил. Так, да. Как-то так. Ну, игра не сказать, чтобы сложно. Просто, она просто нужно понимать, когда уклоняться, когда бить, когда идти. Какая, знаете, любителям соус-лайк игры, думаю, зайдет. Так. Проверите. Похоже, умерла довольно давно. Все, да? То есть, подожди, я все, нет. А, нет, подожди, я еще наверх не мог подняться. Или я мог куда-то подняться? Так, давайте мы в телепорт идем. Можно как бы подкрепиться. Кстати, у нас где-то на уровне, да, кебаб валяется. Мы сейчас кебабы телепортнемся. Восполним себе хеллспоинты. Да, здесь у нас внизу. Так, да, здесь вот. Отлично. Там 15%, да, там какой-то определенный процент пополняет. А, подожди, нам нужно... Зачем нам идти пешком, если у нас есть телепорты? Правильно, правильно. Давай сюда. Я не помню, наверх можно мне забраться? Нельзя? Можно, да. Я еще здесь не был. А, ну это пока не открыто. Тоже какой-то будет определенный телепорт. Просто, опять же, повторяюсь, у меня друг проходил игру. Поэтому знаю, о чем говорю. Так, идем дальше. Двойной прыжок. Есть таланты, где можно качнуть и третий прыжок. Постепенно, которые вы чертежи находите за всю игру. Они у вас остаются после... После вашей смерти. Так, я правильно иду? И ты можешь потом получить какое-то из этих орудий, оружие, которое ты подбирал, бегая по карте. Так, не прошел, не прошел. Видите, у меня 8 убийств без нанесения мне урона. Так бы, если было бы 30, я бы это открыл. Если бы за 2 минуты прошел, я бы это открыл. Как бы игра такая динамичная, и нужно очень-очень быстро проходить. Да, поговорить. Давай-ка мы качнем. Я даже не знаю, что. Вот видите, здесь оружие есть, которое вы чертежи открываете. Можно кровь и меч вообще улучшить, но она не нужна. Здесь больше всего нужно качать... Так, где это у нас здесь? Так, запасы золота можно качать и целебная фляжка. Вот. То есть, видите, 4 раза потом можно будет использовать запасы золота. Давайте... А я вот даже не знаю, кстати. Может быть, запасы золота, да, качать. То есть, после смерти у вас будет оставаться до 1500. Каждый раз когда-то будешь играть? У тебя 0 обычно, а так будет 1500. Эй, ты. Я работаю на кузнеца. Могу починить снаряжение подешевле. На самом деле, меня здесь быть не должно. Боюсь, это останется между нами. Ладно. Вот и про что я говорил. Нету какой-то, знаете, озвучки определенной. Она непонятная. Непонятно вообще, что он говорит. Тут специально сделаны субтитры. Ну так, давай, сколько у тебя есть? Так, улучшить до качества плюс. Дам. Давайте. Я, кстати, его еще не встречал в первый раз. Давай лучше... Нет, давай еще лучше. Все, отлично. То есть у нас теперь вообще будет замечательно. Что это такое? Жернов. Сложно представить, как таким инструментом можно перековать гранату или лук. Халтура, а не геймдизайн. И, блин, тут даже как бы есть приколы в этом. Тут отсылки. Ну тут интересно, да. Нужно поиграть, понять. Давайте качнем мутации. Здесь, да, мутаций много. Опять же, то же самое зеленое под зеленое оружие. Фиолетовое под фиолетовое оружие. Ну и красное. Я качаю красное, потому что у меня основа красная. Да. Так. Так, это понятно. Куча трупов. Это типа вот из него как раз ты каждый раз, когда умираешь, ты одним из этих трупов становишься. Так, применить. Замечательно. Также у нас есть кастомизация. После, в начале, точнее, игры ты можешь пойти после смерти, когда ты умираешь. В начале ты появляешься, опять же, этим слезняком зеленым и внедряешься в это тело. Ты можешь пойти и изменить внешний вид, внешний облик. Вот видите, как меня сейчас видит персонаж. Это можно вообще по-разному сделать. Это прикольно также. Да, вот начинается сложно. То есть, ты просто так... Сам свое взорвал, кстати. Просто так, видишь, ты не убьешь их. Нужно какую-то куклу убивать. Она дает им броню. Можно так, сверху вниз, как бы оглушение делать и тоже их убивать. Динамичная игра, ну, прикольно, не знаю. Многим, думаю, зайдет поиграть. И еще что тут тоже интересно. Каждый раз, когда ты будешь играть, уровни будут делаться по-новому. Вообще все. Это тоже прикольно. Не буду до таких тех уровней. Они плюс-минус будут все равно меняться. Так, давай мы здесь так сделаем. Раз. Тут сделаем так. Так, 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 так. Так, так. Ага, ловушка какая-то. Зачем я сюда пошел? Не понимаю. Ладно, но это в любом случае все нужно идти. Это все разведывать нужно. Да, тут у нас обычный. Давай мы обратно телепортнемся. Давай, обратно. Да. То есть с каждым уровнем все становится сложнее и сложнее. Вот сковородчаки. Это вообще классная тема. Намного, намного лучше, чем эта ударная сковородка. Я вам сейчас продемонстрирую на кого-нибудь. Так, давай применить. Давай заберемся. Так, и сейчас я продемонстрирую. Демонстрирую. Они бьют не просто так теперь. Колодец. Так, исследовать. Похоже, в последнее время колодец не использовал. Вроде бы глубокий. Ага, вот видите, секретная зона. Узник. Узник номер 545. Хм. Ран не видно. Должно быть умер от голода. Похоже, подняться наверх ему не удалось. Так, применить. А зачем я наверх сделал салат? Тут что-то еще есть. Щебенка. Туннель обрушился. Судя по следам на стенах, его выкопали небольшим инструментом. То есть никак прийти нельзя. Это просто-напросто какая-то сумка. Вот. Там внизу что-то есть. Лицевая склянка. Наносит 5 урона на 2 секунды. Разбейте лоб склянку, нанеся себе небольшой урон. Поджигает землю крупас. То есть, да. Поджигает. Тут разнообразно есть предметы интересные. Ну что, ребят. Как-то вот так вот работает игра. Dead Cells на Xbox Series S. Призрешение Full HD и 60 кадров в секунду. Отзывчивое управление. Приятная графика. Но она, понятно, пиксельная. Рогалик прикольный, кстати. Довольно-таки прикольный. Такие в геймпассе очень-очень мало. Да и к тому же еще с, знаете, таким эффектом соуса-лайк игры. Кому нравится такое, думаю, стоит поиграть. А если тебе понравилось данное видео, то можешь подписаться на канал. Оставься лайк. Ну и, конечно же, написать комментарий, что ты думаешь о данной игре. И Xbox Series S. Также ты можешь подписаться на мою группу ВКонтакте. Присоединиться к Discord серву. Подписаться на мой Instagram. И вступить в мою группу в Telegram. Все ссылочки будут в описании. До скорой встречи, ребят. Пока. И уже совсем скоро увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok